Как вы восприняли новость о назначении на бой? Я как бы ожидал, что мне назначат этот бой, поэтому хорошо воспринял. Для вас имеет значение статус временного чемпиона в этом поединке? Нет, ну имеет. Хотелось бы, конечно, сразу полноценный пояс, но пока хотя бы так. И на том спасибо. Райана Бейдера стоило лишить пояса? До конца года он точно не вернется в тяжелый вес. Я думаю, да. Потому что я бы не хотел до конца года сидеть, ждать. Я бы хотел подраться осенью. Тимоти Джонсон – это самый достойный боец из всех претендентов? Ну, я не знаю даже. Наверное. Он выиграл Чейка Конго, который был основным претендентом. Поэтому, наверное, достойно и заслуженно. Вас устраивает ситуация, что вам в лучшем случае придется драться в этом году за временный титул как с Джонсоном, так и с Кондо? Нет, ну не совсем. Как есть, так и есть. Хотелось бы просто, если честно, до Нового года провести три боя. Я хотел бы подраться этот бой. Потом в октябре и в декабре было бы вообще отличным. Беллатор проводит не так много турниров. Планируете ли вы параллельно выступать где-то еще, если что-то не получится здесь? Не знаю. Пока сейчас нацелен на Беллатор, но если, конечно, бои будут с такой частотой, то надо что-то еще предпринимать. Где-то еще успел играться или я не знаю. Потому как раз в год играться это, конечно, не очень. На сколько боев рассчитан ваш новый контракт с Беллатор? Новый. Сколько? Пять. Пять. О, благоиграйся. Найдется ли сейчас в рейтинге Беллатора пять соперников чемпионского уровня в вашем дивизионе? Даже не знаю. Я, если честно, в основном слежу только за теми, с кем мне предстоит драться и просматриваю. Я знаю там, я не знаю, как его зовут, но его Джонсон вырубил в предыдущем бою или в первом своем выигрышном бою. Ну, в общем, неплохой парень, афроамериканец. На руках и борется. Не знаю. Ну, наверное, Чей Конго. Если бы вам предложили подраться с Сергеем Харитоновым и Виталием Минаковым, вы бы согласились? Ну, не хотелось бы с русскими драться. Ну, а там посмотрим, как дадут. Ну, что-то будем решать. Может, и будем драться. Может, и не будем. С кем готовиться? Есть ли в команде Федор Стим бойцы-стилистки, похожие на Тимоти Джонсона? Конечно, нет на него похожих, потому что у него своеобразная ударная техника. Тут по ситуации действует Кирилл Сидельников, как бы, пытается копировать то, как действует Тимоти Джонсона. Ну, тут еще ребята приехали из Белоруссии. Там уже с Белоруссии сидели подъехать. Левша, парень, хорошая. Ну, и в общем, готовились. Вы совершенно не похожи по стилистике на Александра Волкова или Виталия Минакова, которые победили от Тимоти. Означает ли это, что вам нет смысла смотреть конкретно эти бои и что-то из них подбирать для себя? Ну, в бою с Минаковым, там они губки устроили. Просто его Виталий передавил. А с Волковым, я не знаю, что в этом бою можно подчеркнуть, учитывая, что бой был равный. Поэтому сказать, что Волков его перебил, был на волоске от поражения в первом рамде или во втором дуковнике. Ну, он Волков за счет длины своих конечностей больше начал его держать на дистанции и набирать очки. Поэтому, что я оттуда могу подчеркнуть? Потому что я могу там только подчеркнуть то, что я ниже Волкова сантиметром на 15. Поэтому, как я, я не смогу использовать его стиль, потому что моя антропометрия отличается. Не получится мне так делать. Поэтому буду по-своему. Вы сопоставимы по размерам с Вадимом Немковым, но выступаете в разных весах. Это для того, чтобы не пересекаться и не мешаться друг другу бороться за титул? Нет, специально мы ничего не делали. Просто так сложилось, что я дерусь тяжелым, он полутяжелым. Он гоняет вес, а я не хочу гонять вес. Насколько там много проблем из-за того, что большинство соперников, получается, весят намного больше вас? Это сильный дискомфорт, когда там на 15 килограмм кто-то тяжелее? Да, в клетке испытываешь дискомфорт, но нормально. Как-то же пять боев выиграл. Хотя все от меня были минимум килограммов на 12-15 тяжелее в всех боях, а то и на 20. А у вас есть ли смысл раскачаться именно, мышечную массу набрать, или это сейчас будет проблемой, уменьшить скорость, уменьшить еще что-то, выносовость и так далее? Вы говорите, я непосредственно сейчас к бою или вообще? В принципе, в принципе. Набрать мышечную массу? Я не знаю, я целенаправленно так прям, не я задачен прям массовым набором. Как вес идет, так и идет. Я чтобы специально набирал. У меня бывают бои, когда я выхожу меньше, чем в предыдущем бою. Ну вот так получилось во время подготовки. Я там 102-103 килограмма. Все последние поединки Джонсона посмотрели? Ну, да, парочку посмотрел. Вот у него были серии, так скажем, поражений, несколько неудачных результатов, потом сейчас три победы подряд. Сам Джонсон в чем-то изменился или он все такой же, как и был тогда, когда проигрывал в бою? Ну, учитывая, что он два года назад проиграл у Конга нокаутом в первом раунде, и через полтора-два года он его выигрывает, то, я думаю, изменился определенно. Поменял немного манеру боя и, так сказать, второй раз перезапустил карьеру. Спасибо. Спасибо. Спасибо.